Загадочный мир звезд и планет с давних времен притягивал к себе внимание людей. Но ближе и доступнее он стал только с проникновением человека в космическое пространство. В день космонавтики в нашем городе прошли тематические квесты и уроки мужества. Кажется, еще совсем недавно о космических полетах говорили как о фантастике. Но все изменилось ровно 60 лет назад, 12 апреля 1962 года. Тот полет стал мощным прорывом в освоении космоса. В Шебекинском агротехническом ремесленном техникуме в этот юбилейный день состоялся тематический квест «Дороги по вселенной». Студенты техникума приняли в нем активное участие. Квест включал в себя семь станций, где ребята проявляли смекалку и находчивость, угадывали планеты и имена известных космонавтов, а также демонстрировали свою готовность к полету в космос. Участники квеста отлично справились с предложенными заданиями. В итоге победила дружба. Всем командам были вручены памятные дипломы. Еще один космический квест под названием «Поехали» подготовили сотрудники Шебекинского отдела молодежной политики. Он прошел на открытой площадке Центра культурного развития. В космической атмосфере ребята справлялись с заданиями на каждой станции, проявляли ловкость, знания и эрудицию. По итогам квеста победителем стала команда «Планета». В этот же день для юных шебекинцев в Музее ветеранов военно-морского флота клуба «Альбатрос» состоялся урок мужества «Звездный сын планеты Земля». Он был посвящен полету первого человека в космос. Мы первые. Мы первый спутник запустили. Мы первый космос. Первая женщина. Первые вышли в открытый космос. Мы везде первые. Ребята, нам надо гордиться. А знаете почему? Мы русские. Потому что мы с вами, независимо там, нет, мы с вами русские. Также ребята узнали о современных космических кораблях, о том, как происходят стыковки космических аппаратов, как в космических станциях живут и трудятся космонавты, а также, как далеко и к каким планетам уходят автоматические станции. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире. Первый космонавт получил звание Героя Советского Союза. В Шибекинском историко-художественном музее начала работу новая выставка. Сквозь годы говорит война, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны. Экспозиция знакомит с уникальными военными реликвиями, предметами солдатского быта и военной археологии, фотографиями и документами шибекинцев-фронтовиков. Каждый экспонат представлен через судьбу его владельца, простого человека, такого же, как мы, по воле рока, брошенного в горнило страшной войны. Такие знаковые, видные военные реликвии, как парадные мундиры видных полководцев, высокие награды, личное оружие, они как бы притягивают внимание и говорят сами за себя, то их скромные собратья, предметы из-за дерева солдатского быта, какие-то маленькие личные вещи, фотографии, документы, предметы военной археологии, они зачастую редко привлекают внимание и посетители могут проходить внимание. И вот на этой выставке мы поставили для себя цель привлечь внимание зрителя вот именно к таким реликвиям, простым, незатейливым, небольшим, но которые, мы надеемся, смогут рассказать подлинную историю наших воинов, владельцев, фронтовиков. Рассказать об этих подвигах и о людях, их совершивших, наших земляках, путем эмоционально-образного представления их личных вещей, наград, оружия – главная задача, которую ставят перед собой сотрудники музея. И этой же целью служит интерактивная составляющая нашей выставки, потому что всех наших гостей после открытия будут ждать два интересных момента. Во-первых, QR-коды. Каждая реликвия, вы потом будете ходить смотреть, имеет свой QR-код. Вы можете с помощью своего смартфона отсканировать его и посмотреть в интернете коротенький видеоролик об этом экспонате. И второй элемент – самые патриотичные наши гости смогут записаться в ряды рабочей крестьянской Красной Армии, получить справку о мобилизации, за подписью военкома, примерить военную форму и сфотографироваться на память с автоматом Кокуша у паблината Максима, в экспозиции нашей выставки. И, конечно же, мы ждем вас, ваших родных, ваших друзей, гостей. Берите их с собой, приводите их в музей, чтобы они смогли увидеть нашу новую выставку сквозь годы «Говорит война». Подвиг, неважно какой, большой или малый, всегда совершают люди. Определяют его ни события, ни дата, ни строка в приказе, а человек, преодолевая, покоряя, выходя за рамки возможного. Представьте себе, 4 часа утра, еще спит вся страна. Не спали только пограничники, они приняли этот неравный бой. Фашисты, которые, смотрите, ребята, они как на параде прошли по всей Европе. Вдумайтесь, есть такие страны, как Голландию, они взяли за три дня. Францию, казалось бы, за месяц. И здесь они встретили яростное сопротивление русских. Они тогда еще думали, быстро возьмут нас и сделают рамами. Не получилось. 1418 дней и ночей. Представьте себе, ребята, длилась эта война. Мы положили на алтарь победы 27 миллионов наших людей. Вот сегодня, именно это мероприятие, очень трудно переоценить важность его. Ребята, вы должны впитывать, впитывать все, что здесь говорится. Мы, наши деды и прадеды били врага везде. И вам предстоит защищать нашу великую Родину. Вы уже в погонах. Вы уже, по сути дела, приняли решение быть защитниками нашего Отечества. И никогда, никогда мы не сдадимся. И всегда будем бить врага. На открытие выставки пришли представители местных органов власти, Шебекинского совета ветеранов, участники Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Тактика», учащиеся 1, 2 и 5 городских школ, руководители и работники культурных учреждений. Выставка «Сквозь годы, говорит война» будет работать до конца июля. Музей ждет посетителей. 11 апреля, в единый день выполнения нормативов ГТО, на стадионе «Химик» состоялся очередной спортивный праздник. Подробнее в репортаже. Современный комплекс ГТО – это программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровления нации. «Самое главное – это то, что мы сегодня собрались, это общение, это позитив, то, что есть еще один повод собраться все вместе, пообщаться, и всех в конце норматива сдачи всех ждет горячая каша. Поэтому надо чаще нам встречаться на спортивных объектах, на стадионах. Поэтому всем хочу пожелать здоровья крепкого. Приходите на спортивные площадки, занимайтесь спортом, улучшайте свое физическое здоровье и активность». В спортивной акции приняли участие 117 человек. После разминки участники выполняли нормативы в беге на 2000 метров, в прыжках в длину с места, стрельбе из пневматической винтовки, в метании гранаты и других спортивных дисциплинах. «Давайте, мы вас чуть-чуть подторожим». «Давайте, мы вас чуть-чуть подторожим». «Давайте, мы вас чуть-чуть подторожим». «Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше, и нормативов по трем уровням трудностей, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам. Шебекинский городской округ находится в лидирующей группе по сдаче нормативов ГТО среди муниципалитетов региона. Ежегодно участие в акции принимает большое количество шебекинцев. Весеннее настроение дарит массу эмоций и приятных моментов. В это время так хочется радоваться и творить. И удивительно, что именно в эту пору в модельном Дворце культуры прошел открытый конкурс «Мисс Стиль-2021». Ярким калейдоскопом таланта, обаяния, красоты покорили зрителей и членов жюри неотразимые участницы конкурса «Мисс Стиль» Анаит Айвазян, Яна Локтёнова и Яна Виноградова. Участницы успешно справлялись с конкурсными заданиями. В оригинальной форме рассказывали о себе и своих увлечениях в первом конкурсе. С успехом справились с музыкальным и интеллектуальным заданием. Продемонстрировали яркие женские образы в литературе разных эпох и по-настоящему зажгли свою звезду, продемонстрировав увлечения и таланты. Украсили конкурсную программу музыкальные номера в исполнении солистов Дворца культуры. «Мисс Гармония» В рамках проекта «Дневник Победы» съемочная группа телерадиокомпании «Шевикина» побывала в Чурайской школе. Мы приветствуем вас в Чурайской основной школе. Представляем вашему вниманию уголок памяти, помнит сердце, не забудет никогда. И предлагаем вам послушать выступления наших детей о героях Великой Отечественной войны. Перед вами портреты героев, которые подарили нам жизнь и светлое будущее. Я хочу рассказать вам про прабабушку моей крестной, Маслову Аграфену Егоровну. Маслова Аграфена Егоровна родилась и выросла в селе Чураево. В начале 20 века вышла замуж за Маслова Тимофея Федоровича. В семье было пятеро детей. Маслова Аграфена Егоровна была высокой, сильной волевой женщиной. Работала в Никольских лесах лесником, хорошо знала лес и умела ездить на лошади. Была коммунисткой, участвовала в раскулачивании. В 1941 году началась мобилизация мужчин. 905-918 годов рождения на фронт. Маслова Аграфена Егоровна проводила двоих своих сыновей на фронт. В октябре 1941 года фашисты стали приближаться к границе Белгородской области. Началась срочная эвакуация скота, запасов хлеба, формируется народное ополчение. В конце 1941 года сформировался Титовский партизанский отряд. Командиром Никитченко комиссаром был назначен Снабков. К сожалению, имена и отчество мне неизвестны. Сначала в отряде было 12 человек. Потом он стал пополняться молодыми парнями и девушками из ближайших сел. Маслова Аграфена Егоровна, будучи обладательницей сильного волевого характера и повышенной активностью ушла в партизанский отряд. Партизаны действовали в прифронтовой полосе под непосредственным руководством 21-й армии. При выполнении очередного задания фашисты схватили чурайских партизан. Маслова Аграфена Егоровна и Гричина Марка Николаевича. У Гричина Марка был при себе маленький нож. Он сам смог себе перерезать веревки на руках. Он предложил помощь Аграфене, но она отказалась. В итоге Гричин Марк сбежал, а Маслова Аграфену пытали, протянули привязанные к лошади по улицам Чураева и в 1942 году расстреляли. На основании решения исполнительного комитета Белгородского областного совета народных депутатов от 29.09.1983 года могила партизанки, разведчицы, коммунистки, Маслова Аграфена Егоровна считается объектом культурного наследия регионального значения и расположена в Белгородской области, в Шебекинском районе, в селе Чураево, на местном кладбище. Аграфена Ивановна Богачева. Это моя прабабушка. Она родилась в июне 1926 года. Когда началась Великая Отечественная война, ей исполнилось 15 лет. Закончила 7 классов и должна была ехать учиться на агронома, но война изменила планы. Семья была многодетная, 7 детей. Отца забрали на фронт. Когда фашисты оккупировали Белгородскую область, ей уже было 17 лет. Она со своими ровесницами помогала рыть окопы. И выходила работать в поле, если позволяли военные действия. Зимой в 1943 году она помогала нашим солдатам хоронить убитых бойцов, которых привозили с передовой, и ухаживала за раненными. Когда победили в Шубейкинский район, она со всеми жителями Кашлаково выходила работать в поле, сеять их хлеб и ухаживать за оставшимися коровами. За свой труд Аграфена Ивановна была награждена медалью участия трудового фронта. Я горжусь своей прабабушкой и хочу быть похожей на нее. В нашем школьном уголке есть две фотографии моих прадедушек. Это Маня Александрович и Ишков Трофим Егорович. Сегодня я хочу вам рассказать об одном из них. Моего прадедушку зовут Ишков Трофим Егорович. Родился он в селе Купино, тогда еще в Русской области. Был призван в ряды советской армии еще в начале войны, в июне 1941 года. Дома осталась жена и четверо детей, которые ждали его до последнего, но война распорядилась иначе. Уже в апреле 1943 года в составе 299-й стрелковой дивизии на северо-западном фронте он получил первую медаль за отвагу, истребив 67 немецких солдат, пулеметы с прислугой и минометы. Пройдя всю войну, к апреле 1945 года оказался в составе стрелковой краснознаменной дивизии 1-го перелорусского фронта, где получил вторую медаль за отвагу и тяжелое осколочное ранение в голову под немецким городом Хорнск. На этом и закончилась переписка моего прадедушки с его семьей. Он был признан пропавшим в безднести. Два года назад мы с мамой решили отыскать архивы. И после того, как мы их нашли, оказалось, что наш прадедушка был похоронен в Польше. Здравствуйте! С вами в постоянно действующей рубрике «Слово прокурора» помощник Шебекинского международного прокурора, жильцом Станислав Игоревич. Прокуратура разъясняет, родителям, являющимся опекунами недеспособных инвалидов с детства, полагается повышенная фиксированная выплата к пенсии. В соответствии с Федеральным законом 24 февраля 2021 года под номером 18 ФЗ о внесении изменений в статье 17 и 18 Федерального закона о страховых пенсиях установлена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и инвалидности родителям, опекунам, совершеннолетних недеспособных инвалидов с детства, не находящимся на полном гособеспечении. Фиксированная выплата должна быть увеличена на одну треть на каждого инвалида, но не более чем на трех инвалидов или трех недеспособных членов семьи, если они также находятся на иждивении лица. Федеральный закон вступает в силу со дня официального публикования. Уважаемые шебекинцы и гости нашего города! Хотите преподнести родным и близким необычные подарки? Предлагаем вам воспользоваться светодиодным экраном, расположенным на фасаде Дворца культуры. С помощью большого светодиодного экрана вы получаете возможность преподнести необычные подарки и сюрпризы своим родственникам, друзьям и знакомым. Разместите поздравления с Днем Рождения, с праздником, оригинально признайтесь в любви или поздравьте босса с уходом на пенсию. Представьте, насколько приятно может быть вашей семье, друзьям, коллегам или давним знакомым увидеть персональное поздравление именно от вас. Ваши поздравления на светодиодном экране увидят все шебекинцы, а мы всегда рады сотрудничеству. За справками обращаться по адресу улица Московская, 19 или по телефону 542-03. Уважаемые шебекинцы! В Муниципальном дворце культуры на радость самодеятельным артистам и всем жителям шебекинского городского округа появилась и уже успешно функционирует профессиональная, оснащенная современной аппаратурой, студия звукозаписи. В совокупности с профессиональным оборудованием и ответственным подходом к работе все это даст качественное звучание и позволит решать самые сложные задачи и воплощать самые дерзкие проекты. Для многих сделать студийную запись очень проблематично. Мы приглашаем всех желающих воспользоваться услугами нашей студии. Здесь имеется высококачественное оборудование для записи вокальных и музыкальных партий инструментов, последующего их сведения и мастеринга композиций. Опытный звукорежиссер с высокими профессиональными навыками Константин Крючков поможет вам качественно сделать аранжировку песни во всех музыкальных жанрах, учитывая при этом современные тенденции музыкального рынка и ваших пожеланий. За консультацией обращайтесь в нашу студию звукозаписи. Подробная информация по телефону 8909-781-3678. Дорогие шибекинцы! Вы подали заявление в ЗАГС? Теперь точно известен день и время счастливого мгновения. Мы очень рады за вас и предлагаем основной пакет услуг торжественной регистрации бракосочетания в модельном дворце культуры. Праздничная атмосфера, просторные залы с высокими потолками, колонны, большие окна, дизайнерское оформление. Скользя по паркету, вы будете чувствовать себя королем и королевой на настоящем балу. К услугам любящих сердец. Встреча молодых в нижнем фойе. Проведение регистрации работниками ЗАГС. Сопровождение торжественной церемонии бракосочетания к камерным оркестрам. Живое исполнение величальных песен фольклорным коллективам. Видеосъемка торжественной регистрации брака. Фотосессия молодоженов и гостей по дворцовом интерьере. Уверяем, что вы не будете разочарованы. Ждем вас в стенах модельного дворца культуры. Сегодня портал Госуслуг доступен уже не только для физических, но и для юридических лиц. Здесь любые компании, органы власти и иные организации могут получить электронные госуслуги, а также получить доступ к государственным и муниципальным сайтам и системам. Каким образом в вашей организации воспользоваться порталом Госуслуг? Очень просто. Зарегистрируйтесь. Для этого вам понадобится заранее созданная на портале подтвержденная учетная запись руководителя организации, которую удобнее всего получить, используя квалифицированную электронную подпись. Далее необходимо выбрать опцию создания учетной записи организации и подключить к компьютеру свою квалифицированную электронную подпись. Данные вашей организации заполнятся автоматически из электронной подписи. Останется только ввести информацию о контактах организации. Вся процедура не займет больше пары минут. Получить квалифицированную подпись вы можете в любом удобном вам аккредитованном удостоверяющем центре. Вы сможете сразу же перейти к заказу государственных услуг или получить доступ к нужным порталам. В дальнейшем учетная запись станет электронным паспортом вашей компании при обращении в многочисленные ведомства. Госуслуги. Проще, чем кажется. Субтитры создавал DimaTorzok